Так хочется стебануться и сказать вам, как Кочергин говорит, братья и сестры. Шучу. А сегодня один из самых капитальных мифов, который просто-напросто идет на ура у всех диетологов, которые за это, кстати, берут деньги. Диетологи – это вообще потрясающие люди. Они берут деньги за то, что происходит естественным анусологам. Жалко, нету анусологов, понимаете, которые не говорят, не расскажут, как вам какать, например. Вот как вы должны садиться на унитаз, например, да? Как вот правильно изогнуться так, чтобы нормально сходить в туалет? Но вот диетологи зато, вот этот вот прием сюда, не выход оттуда, а прием сюда, они очень интересно рассказывают. Они говорят о том, что надо сделать огромное количество движений зубами, для того, чтобы искрошить эту пищу и ее пить. Понимаете, да? Пищу надо пить. То есть вот вы должны отбивную довести до состояния воды. Ну, чтобы пить. Потому как оно должно так вот, это само. За это они берут деньги с умным выражением лица, с лучезарными глазами, как у Лани, знаешь. Они рассказывают о том, как вы должны ротом, ртом работать. Как вы должны жевать, как вы должны глотать. Но если вы сделали предположение... А почему у вас нету результатов? Потому что вы не 32 или 28 раз жевнули пищу, а только жевнули, предположим, 24. А поэтому у вас ничего не получилось. А как же мой муж жевал 20 лет, вот так делал, как вы, и у него рак? Ну, значит, не дожевывал чуть-чуть. Желудочно-кишечный сок обладает такой кислотностью, что он может плавить всё, что угодно. Вы считаете, что мы серьёзно отличаемся от других животных каких-то? От обезьян, например. Я не говорю об анаконде, которая переваривает фотографа вместе с фотоаппаратом. Даже фирменным фотоаппаратом. У меня ученица смеётся. Вы что считаете, что желудочно-кишечный тракт? Так желудочно-кишечный тракт – это как бы чулок, да? Вот мы как чулок. А отсюда провести туда и залезть туда рукой, то потом это можно вывернуть всё наизнанку. Там всё сделано так, что переваривается всё, что угодно. Не всегда особенно надо это переваривать. Иногда желудок играет очень нехорошую роль в плане, например, там каких-то фитопрепаратов или ещё что-нибудь, да? Или даже каких-то химических препаратов. Он уничтожает, может быть, 70% той цены, которую вы заплатили за какой-то антибиотик, да? Оно уничтожается именно этой кислотной средой. Поэтому сказки о том, что надо пережёвывать пищу в течение 6 часов 1 кусок, понимаете, да? Это чистая ВД-афёра. Вас дурят. Вас просто-напросто дурят. Вам рассказывают, что вы будете здоровы, если вы будете пережёвывать качественную пищу. Моя фамилия Аздоба. Зовут Аркадий Владимирович. И я вам даю гарантию, что вы не будете от этого здоровы. Вы даже не будете здоровы, если бросите пить водку, например. Или бросите курить. Вы тоже не станете здоровым от этого. Вы просто бросите пить водку и бросите курить. но трихомонаде безразлично ей наверное даже хуже от того что вы курили и пили водку думаю я донес что-то